Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Светлана Занько. И сегодня в связи с тем, что в Российской Федерации проходит всероссийская акция «Стоп фич спид», напоминаю, что вчера был всемирный день, посвященный этим заболеванием, мы пригласили в студию Екатерину Сергеевну Сметанину, заведующую отделением профилактики и специалистом в социальной работе Кировского областного спидцентра. Екатерина Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Я, прежде всего, поделюсь своим впечатлением. Вчера провела достаточно долгое время на вокзале московском, никому не советую это делать, очень грустно и скучно там находиться. Но зато я поняла, что действительно идет всероссийская акция «Стоп фич спид», потому что на больших экранах, которые развешаны везде на Ярославском вокзале, ежеминутно раза по три транслировался ролик, даже два ролика, которые этой акции посвящены. И ходили девочки-промоутеры, которые раздавали листовки. И листовки полностью, надо сказать, копируют первую страничку сайта «Стоп фич спид.рф», где говорится, что 1 декабря – Всемирный день борьбы со спидом. Население России составляет 146 миллионов человек. Из них живут в свитч около 820 тысяч человек, и каждые пять минут в России заражается один человек. «Остановим спид вместе». Как «Остановим спид вместе», почему «Остановим спид вместе», почему «Вместе»? В общем, мне очень понятно, если не зайдешь на этот самый сайт, ну и там тоже нужно углубляться, в общем. Что мне понравилось, наверное, что в роликах принимали участие известные люди. Известные люди, которые, там, актеры различные, да, которые вот демонстрировали вот это объединение, что они рядом, что человеку нужна любовь, что человеку нужны люди рядом, чтобы побороть болезнь. Вот мне это заинтересовало, я чуть не припомню, чтобы на наших экранах здесь региональных что-то такое было, чтобы известные люди участвовали в подобных акциях. И мне показалось, может быть, это начало какого-то движения оттуда из центра и сюда вот это все нахлынет. Но, по крайней мере, было у меня там в Москве ощущение, что как-то меняется отношение действительно к ВИЧ и спиду, или его пытаются изменить. То есть меньше стало пугалок, а больше стало желание людей объединить вокруг идеи, что нужно заботиться друг о друге, и тогда подобных и заболеваний, и последствий будет меньше, да? Да, это на самом деле замечательно, что наконец-то федеральные ресурсы стали использоваться целенаправленно на всю Россию, и заговорили об этом не просто на местных региональных каналах, а действительно с главных экранов страны и известные люди. К сожалению, хотелось бы сказать, что начался этот процесс слишком поздно. В этом году была принята стратегия противодействия ВИЧ-инфекции в октябре этого года, которая уже отмечается по такому активизации эпидемиологического процесса, который свидетельствует в активной эпидемии. Да, пусть она не видна, потому что заболевания не имеют каких-то ярко выраженных признаков, но активизация процесса, представьте, каждый год плюс 10% новых случаев. То есть это более 100 тысяч людей ежегодно получают этот диагноз. Каждые минуты, а каждые 5 минут один человек. Это очень серьезно, и действительно, как можно остановить? Почему объединять усилия? Потому что, в общем-то, от каждого из нас зависит, сможем мы преодолеть, даже переломить этот момент, или не сможем. И для того, чтобы каждый человек почувствовал себя причастным, нужны вот такие массовые акции. Долгое время регионы были предоставлены отчасти сами себе, потому что финансирование выделялось на региональные компании. Финансирование достаточно ограниченное, и где в тех регионах, где уровень заболеваемости высокий, где региональные власти были активно заинтересованы, конечно, шли широкомасштабные компании, которые субсидировались не только из федерального, но и из регионального бюджета. В территориях поменьше, включая нашу, и ограничения были серьезные по этим вопросам, поэтому у нас не так масштабно проходили мероприятия, хотя в течение года было сделано очень много. Например, в прошлом году у нас был создан совершенно замечательный фильм из шести частей по профилактике врач-инфекции, который на сегодняшний день имеют возможность использовать в рамках своих уроков абсолютно все учебные заведения города. Что, в общем-то, они и делают. Фильмы разработаны инструкции, фильм в свободном доступе. В этом году у нас тоже немало сделано. У нас идут информационные ролики по телевидению. У нас была серия новостных сюжетов. У нас проходит акция. Вот сейчас идет у нас акция совместно с Управлением по делам молодежи администрации города Кирова, непосредственно с отделом по делам молодежи. Мы реализуем акцию «Мой статус», выезжаем в учебное заведение, прилагаем информационный блок, который ведут волонтеры, опять же, блок контроля знаний, информационную платку, который ведут волонтеры, и забор крови на антитела отличие. Какие учебные заведения выезжаете? В любые. Даже в школу? В школу, скажем так, заявки не подали, потому что есть все-таки страх у школ по возрастному ограничению. Конечно. Но, знаете, вот те же техникумы, например, они, да, первый курс техникума, это тоже 10-11 класс школы. Я просто не знаю правил, но дети, которым не исполнилось 18 лет, они это могут без согласия родителей делать? А свидетельствование на ВИЧ – это медицинская процедура. А согласие на медицинское вмешательство у нас возможно с 15 лет. Да, безусловно, каждый подросток может… Лично, то есть каждый подросток 15 лет может решить? Да, он может решить и обратиться за таким видом обследования. Но если у нас возникнет хоть малейшее подозрение на то, что он не здоров, что у него выявляются антитела, кович инфекции, обязательно в курс дела ставятся родители. То есть если результат отрицательный, все хорошо, с ним проводится, безусловно, беседа о факторах риска, беседа направлена на то, чтобы он исключил эти факторы риска из своей жизни, и он опускается. Если есть малейшее подозрение, сразу же уточняются данные родителей и информирование происходит при родителе. Ну, а этот анализ добровольный, как Вы сказали. И не является ли тогда информирование родителям о родителе препятствием к сдаче крови на этот статус? И что мотивирует ребят, молодых, все-таки сдавать его? Ну, во-первых, информирование родителей, скажем так, у них остается где-то на заднем плане, то есть мы говорим, но, к сожалению, не все обращают на это внимание. С другой стороны, нас радует то, что большинство молодых людей все-таки уверены, что они здоровы, и делают это для себя. То есть есть сейчас такая тенденция, если ты ведешь активную, разнообразную жизнь, хочешь заботиться о своем здоровье, ты стаешь тест на ВИЧ хотя бы раз в год, а лучше раз в полгода. И сегодня наша акция посвящена как раз тому, чтобы сформировать мотивацию на прохождение добровольного, бесплатного обследования на ВИЧ, тем более, что по желанию оно может быть анонимным. И именно в связи с этим компания сейчас развернулась в другую сторону, и показывают не страшные какие-то вещи, а показывают вещи, которые, как говорят человеку, ты нормальный, тебе не должно быть страшно, ты не один, тебе помогут, и тебя не будут обвинять и кидать в тебя камни. Да, сейчас меняется подход к самому понятию этого заболевания. Если мы вспомним ту истерию, которая была связана с появлением СПИДа в конце 80-х, в начале 90-х, то вся стигматизация, дискриминация, она вот свои корни выбирает оттуда. И сегодня уже точно известно, что чем выше уровень дискриминации, тем более активно распространяется эпидемия. То есть большая ошибка. Это была в то время. Да, действительно, большая ошибка. Но отчасти это было, может быть, оправданием, ведь лекарство было не изобретено, пути передачи, особенно в начале, были неизвестны, то есть что это, это вот страх общий, и чтобы уберечь себя, вот, конечно, таких людей старались изолировать. Но сегодня есть такая тенденция, человек боится узнать свою вещь, статус, и говорит, лучше я ничего знать не буду, сколько вот проживу, сколько Богом отпущено, например, да, или судьбой. Столько и ладно. А ведь это уже снижение ответственности за свое здоровье, за здоровье окружающих. Ну, если я не буду знать, зато и никто обо мне ничего не узнает, ничего такого не скажет. Это элемент дискриминации. Это все еще существует. Существует, безусловно, и мы сталкиваемся с этим. Поэтому сегодня появляются те ролики, которые говорят, да, есть такое заболевание, но это особенность твоего организма. У тебя есть вирус, ты с ним можешь бороться, мы тебе поможем. Приходи, мы тебе поможем. Как Вы считаете, сколько лет нам понадобится, чтобы действительно эта мысль внедрилась в головы каждого гражданина Российской Федерации? Трудно определить, конечно, конкретную цифру. Я считаю, что много времени потребуется. К сожалению, у нас нет у населения такой вообще мотивации на сохранение здоровья изначально. Когда у нас вспоминают о здоровье? Когда заболел. И вот профилактика, и диспансеризация как профилактика, и просто обращение за каким-то обследованием, за профилактическим, у нас сейчас не в тренде. Есть работа, есть семья, есть активный образ жизни, ну и где-то там, наверное, врач, к которому я пойду, только когда мне совсем будет плохо. Должно быть немножко наоборот. Сначала я убеждаюсь, что у меня есть силы и резервы для того, чтобы вести активный образ жизни, и дальше я иду и это делаю. Поэтому пока не появится мотивация на сохранение собственного здоровья, или пока эпидемия не достигнет критического уровня, я думаю, что... А мы приближаемся к нему? Ну, пока нет. Если по темпам распространения, по скорости, мы, конечно, догоняем и перегоняем страны Африки, но все-таки по общему уровню распространенности пока нет. Хотя... Вот эту новую программу, которую Вы говорите с октября месяца приняли, ее приняли именно потому, что ужаснулись вот этим самым темпом, да, развития заболевания, с которым во всем мире и у нас, кстати говоря, успешно борются люди и врачи. Это была одна из причин быстрого распространения заболевания. Но, с другой стороны, необходимость стратегии существовала уже не один год, о ней говорили давно. И, кроме всего прочего, на сегодняшний день Россия согласилась с мировым сообществом выполнить определенные показатели по преодолению эпидемии. Эти показатели звучат так, 90-90-90. Целевые показатели, которые необходимо достичь к 2020 году. Первые 90% — это 90% людей, которые живут с ВИЧ на территории регионов, в данном случае Российской Федерации, 820 тысяч. Нет. Смотрите, 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой статус. То есть, 820 тысяч, ну, там, чуть больше, это число людей, выявленное, которые живут. Зарегистрированы у нас более миллиона уже, живут вот 820 тысяч. Задача — выявить 90%. 90% всех, кто живет с ВИЧ. Для этого нужно иметь представление об оценочных данных, сколько у нас всего может быть на территории Российской Федерации. И это, поверьте, будет не 820 тысяч, это может быть и 1,5-2 миллиона, на самом деле. Вторая цифра 90 — это то, что все выявленные, 90% от всех выявленных людей должны получать терапию, высокоактивную, антиретровирусную терапию, которая подавляет развитие вируса в организме. Это позволяет людям жить долго, качественно, и, в общем-то, вот как раз ориентирует на то, чтобы люди хотели получать диагноз вовремя и лечиться. Третья цифра 90 — это то, что 90% от всех, кто получает терапию, должны иметь неопределяемый уровень вирусной нагрузки, то есть активную иммуносупрессию, вирусную супрессию. Это что значит? Это значит, что в крови человека, который не лечится, вируса очень много. И при контакте, например, если медработник, например, ранится, когда делает манипуляцию ему, или, ну, человек употребляет скинтонаркотики, риск заражения второго человека очень высокий. Если человек принимает терапию, то количество вирусов в крови падает до неопределяемых цифр, до нуля, как мы говорим. И значит, практически он не опасен. Даже при некоторых опасных практиках. По первому показателю вы сказали, что у нас треть, наверное, от носителей заболевших выявлена. Вот эти 820 тысяч. Да, может быть, даже меньше. Может, даже меньше. По второму показателю, что касается терапии, вот из этих 820 тысяч, сколько человек, они все получают интенсивную терапию лекарственную? Существуют медицинские показания, когда необходимо начинать эту терапию. Вот сейчас не всем 800 тысяч им показаны терапию. То есть, примерно только 30-35% из этих людей действительно терапия показана. Но цель вот как раз этой стратегии брать на людей, брать на лечение людей всех, особенно, кто впервые выявляется, для того, чтобы начинать лечение максимально рано сразу. Не ждать, когда будет какое-то обострение. Да, не ждать, когда наступят медицинские показания, брать максимально рано. По всем регионам распространены определенные показатели, потому что до 2020 года нужно реализовать максимум, если не всю стратегию, то хотя бы максимум. А в этой связи, раз уж мы подписались вот на это соглашение с передовыми странами, они как-то помогают? Есть какой-то общий центр, который, может быть, финансируют? Или это все наутка каждому государству отдана? Нет, в данном случае государство сами заботится о здоровье своих граждан. и, возможно, каким-то странам и помогают, например, странам Африки всегда помогали другие страны, но у нашей страны на сегодняшний день ресурсов достаточно. У нас существуют отечественные препараты, то есть 8 из 10 наименований имеют уже отечественную формулу, молекулу, которая производится на территории Российской Федерации, поэтому в нашей стране проблем пока нет. Екатерина Сергеевна, все равно мы на старте получаемся. На старте в движение, в улучшение показателей, так скажем. Раз уж мы в октябре только приняли. Да, мы на это активно надеемся, и мы для этого предпринимаем все необходимые действия. Там, наверное, Министерство здравоохранения уже какую-то дату себе поставило год, два, три, когда существенный перелом в ситуации произойдет. По идее, это дата в 2020 год. То есть стратегия 2020, когда должно быть приблизиться к этим 90-90-90. Напоминаю, что у нас в гостях Екатерина Сметанина, заведующая отделением профилактики и специалист по социальной работе Кировского областного спидцентра. Мы здесь встречаемся в связи с тем, что идет неделя в России борьбы со спидом. 1-го числа, вчера, 1-го декабря, Всемирный день борьбы со спидом был. И говорим об акции Стоп Вич Спид в том числе. Что мне хотелось также отметить, что я для себя вынесла из вчерашних посиделок на вокзале. Я, например, увидела очень короткий ролик, где было сказано, что 72 семьи в Москве усыновили детей с ВИЧ-статусом. Это тоже показатель того, что у людей пропадает страх, и они понимают, что могут вырастить человека, который полностью адаптирован и социализирован. Вот что касается детей, как изменилась ситуация рожденных от матерей, которые являются носителями ВИЧ-инфицированных женщин? В Кировской области у нас достаточно благоприятная ситуация. В большинстве случаев подавляющих нам удается предупредить передачу вируса от матери и ребенка. Но, к сожалению, в случае заражения они еще остаются. Но это случаи, когда, например, мама слишком поздно обращается в медицинскую организацию. И она не знает или знает, что она носитель? По-разному бывает. Бывает, что мама не знает. То есть, она, например, уезжает работать в другой регион и появляется у нас за неделю, две, Как это может быть, Екатерина Сергеевна? Ведь все анализы берутся на первых же стадиях обращения. Это если женщина встала на женскую консультацию, то, безусловно, анализы назначаются и берутся. Но не каждая женщина встает женскую консультацию на учет. У нас такие случаи были в районах, когда женщина откуда ни возьмись приезжает народы, скажем так, в свой родной регион, до этого поработав или в крупных городах нашей России или даже за границей, и у нее нет ни анализов, ни обследований, ничего буквально. И, естественно, в этом случае очень сложно бывает предупредить, потому что риск заражения и ВИЧ-инфекции на разных этапах беременности не одинаковый. Он возрастает на поздних стадиях, когда есть риски нарушения целостности плацента, ослояки плаценты. Это риск заражения плода. Да, риск заражения ребенка будущего плода. Дальше у нас очень высокий риск в родах идет в зависимости от того, как женщина рожает, с какой вирусной нагрузкой она пошла в роды. Это риски варьируются от низкого до очень высокого. И третий этап это отказ от грудного вскармливания. Если женщина не знает о своем ВИЧ-статусе и кормит. Кормление грудью как правило оно исключается если статус установлен вовремя. Но если анализ где-то задерживается по каким-то причинам надо обследования ситуации всякие бывают то может и такой случай быть. Второй случай когда женщины отказываются во время беременности принимать препараты позволяющие им защитить ребенка от заражения. Они мотивируют это чем угодно. Тем что они себя плохо чувствуют когда принимают препараты тем что считают их слишком токсичными боятся что их дети родятся с какими-нибудь заболеваниями. Хотя мы всем объясняем что у нас токсичность препаратов в данном случае минимальная потому что подбираются те схемы которые не нанесут вред ребенку прежде всего. Многие женщины считают что если я себя с ВИЧ-инфекцией чувствую хорошо и никак не проявляется на данном этапе то с ребенком ничего страшного не произойдет но они конечно серьезно ошибаются в этом вопросе и детки которые именно в таком случае многократно возрастает риск рождения ребенка. Риск всесловно возрастает если мама таблетки не пьет вирусов крови у нее очень много и при родах она может заразить ребенка или на последних сроках беременности Вероника Игоревна Скворцова утверждает что 98% детей у ВИЧ-инфицированных женщин рождаются здоровыми уже сейчас в стране это так? Да это действительно так говорю еще раз что 2% приходится в основном на тех женщин которые недостаточно ответственно подходят к вопросам здоровья то есть во время беременности просто нужна адекватная терапия которая доступна она абсолютно доступна бесплатно начинается после 15 недели после 14 недели беременности с 15 и поэтому очень важно чтобы женщина в первые месяцы в первые 2 месяца встала на учет прошла анализы прошел анализы ее супруг будущий отец ребенка потому что известно что у ВИЧ-инфекции есть онкупационный период который может продолжаться от 3-4 недели до 3-6 месяцев когда ее нельзя выявить да когда ее нельзя выявить и очень важно если у супруга есть заболевание и у женщины заболевания еще нет она все равно более детально обследуется на случай если это инкуляционный период чтобы защитить ребенка поэтому здесь очень важно чтобы пары очень внимательно подходили к вопросам планирования зачатия и дальнейшего рождения воспитания вот эти женщины которые рожают у нас у них какое-то специальное отделение есть в городе Кирове где врачи специализируются над этим или это вообще повсеместно могут принять роду роды могут принять повсеместно конечно у нас есть больницы которые скажем так более готовы в связи с тем что у них опыта уже больше но в целом роды у вечно-инфицированной женщины немногим отличаются от родов у женщины обычной что происходит с детьми при рождении определяется их статус да статус как правило бывает невозможно определить сразу потому что первичная диагностика идет по антителам к вирусу а материнские антитела у детей до полутора лет сохраняются поэтому деткам делают дополнительный анализ ПЦР реакция выявляется генетическая структура вируса и при двух положительных анализах уже решается вопрос об установлении диагноза и начале терапии терапии с момента наиболее ранней возможного в остальных случаях когда такие реакции отрицательные ребенок наблюдается до полутора лет потом он проверяется еще в три годика для того чтобы исключить возможность заражения вдруг мама решила другую кормить проверяется еще раз и в общем-то снимается с учета и никогда может не узнать если мама ему не расскажет продолжительность жизни современного человека с ВИЧ-инфекцией считается что она не ограничена возрастными рамками то есть это как любой другой человек мы пока не можем сказать результаты потому что терапия высокоактивная появилась с 97 года и большинство тех кто начал ее в свое время получать они живут конечно людей преследуют и другие заболевания кто-то может погибнуть из сердечно-сосудистых заболеваний кто-то от рам человек вообще смертен не исключено это но в целом сегодня при современных подходах при адекватном лечении продолжительности качества жизни человека с ВИЧ-инфекцией не отличаются от продолжительности качества жизни человека которого нет от разоболевания Грина Сергеевна раньше когда сообщалось на работу о том что человек со статусом или не сообщалось но узнавали люди очень сильно напрягались и даже совершали действия такие которые человеку статусом удаляли бы с работы сейчас как реагируют работодатели не могу сказать что когда-то сообщалось только разве что в нарушении законодательства потому что это тайна диагноза то есть это медицинская тайна и сегодня безусловно никаких сообщений на рабочие если просачивалась информация такое было вот если просачивалась она просачивается сейчас то дискриминационные моменты они до сих пор существуют и человека могут по какой-то причине уволить конечно ему не объявят что по причине ВИЧ-инфекции но ему могут найти любой другой повод для увольнения это будет отношение коллег достаточно негативное и мы с такими ситуациями сталкиваемся а как-то наше законодательство защищает от подобных ситуаций людей с ВИЧ-инфекцией или тут ли хотя бы какие-то шаги может быть предпринимаются в законодательстве написано что человека нельзя уволить или отказать ему в приеме на работу отказать в приеме в учебное лечебное учреждение на основании наличия у него диагноза ВИЧ-инфекция то есть фактически они защищены но на практике никто ведь из работодателей не скажет что причина это его личный страх и его низкий уровень грамотности потому что если человек грамотный узнает что в быту и при выполнении совместной работы он никак не заразится ВИЧ-инфекцией то есть таким образом мы приходим снова к тому что долгожданная программа такой массовой пропаганды нормальности этих людей и нормальности их места в этом мире да и самое главное необходимости нашей помощи нормального нашего отношения к этой ситуации только она поменяет что-то существенное очень хочется надеяться что действительно поменяет для этого нужно не просто массовое информирование то есть не просто передача знаний нужны разговоры индивидуальные групповые дискуссии беседы на тему а что бы вы сделали если бы ваш друг открыл вам свой статус а что бы вы сделали если бы вы узнали что у вас ваш близкий инфицирован то есть проблему надо приближать до сих пор у нас в Кировской области большинство людей думает что этой проблемы в регионе нет это где-то там в Москве в Екатеринбурге сейчас очень много звучало а у нас-то ведь все хорошо да нет не очень у нас все хорошо мы вообще говорим сейчас о том что в Кировской области идет скрытая эпидемия потому что выявляемость она растет и причем она растет не только за счет групп уязвимых к заражению а такими группами по-прежнему являются потребители инъекционных наркотиков мужчины имеющие секс с мужчинами работники коммерческого секса это три вот таких основных группы но сегодня идут и женщины вступающие в повторные браки беременные женщины беременные женщины это вообще показатель по которому можно судить об активности эпид процесса у нас число таких женщин безусловно выросло и то что возраст у нас немножко изменился да это 25-35 лет возрастная группа активно вывлекается в то время как раньше это были молодые люди да раньше это чаще была молодежь и у нас очень много выявляется заболеваний в острой стадии а это говорит о том что вот это свежее заражение недавнее то есть вот активность эпид процесса она как раз видна в этих цифрах поэтому проблема гораздо ближе и сегодня вообще каждому стоит задуматься об этом о своем здоровье здоровье своих близких у нас ведь очень интересная ситуация складывается мы разговариваем и с молодыми и в рабочих коллективах с более старшими людьми и спрашиваем ну допустим вы встречаетесь с мужчиной и женщиной у вас интимные отношения предполагаются вы спросите его о вече статусе да и получаем в большинстве случаев ответ нет конечно это же стыдно вот тут возникает такой откровенный вопрос то есть вступать в половой контакт это не стыдно это нормально это естественно вы любите дарите друг другу любовь и радость а позаботиться о здоровье друг друга пройти совместно обследование например на ВИЧ-инфекцию и на другие заболевания заодно это почему-то кажется стыдным хотя вот элементарная забота о здоровье да мы говорим сейчас о СПИДе и о ВИЧ со Сметаниной Екатерина Сергеевной заведующей отделением профилактики и специалистом по социальной работе Роскообластного СПИД-центра у нас немного времени остается до окончания нашей программы я бы хотела как раз подросткам и вернуться вот почему сейчас возраст меняется то есть впервые заболевшие до 35 лет вы сейчас говорите это как раз вот та история тех подростков которые не были выявлены в свое время они пришли может быть или выявлены но не заботились о себе а вот те кто сейчас в том возрасте вопрос по которому стояли наиболее острые прошедшие десятилетия 14 15 16 лет поговорить что вы приходите в училище в техникум и прочее они ведут себя точно так же как и 20 лет назад ничего не изменялось в головах нет вы знаете вот когда вопрос касается отношений между полами в подростковом возрасте очень мало что поменялось и вопросы остаются актуальны и вопросы ВИЧ-инфекции инфекции передающейся половин путем тоже активно обсуждаются и это хорошо что сейчас есть такой достаточно мощный инструмент когда учителя говорят с подростками психологи или социальные педагоги говорят с подростками на профилактике таких проблем это очень важно мы считаем что все-таки такой работой эффект обязательно будет ну я хочу процитировать конечно Веронику Скворцову снова она говорит что лишь усилий государства недостаточно в решении столь сложной проблемы как ВИЧ необходима консолидация усилий органов власти общественных организаций средств массовой информации примером такого плодотворного сотрудничества она приводит в пример совместную работу с общественным фондом социально-культурных инициатив которого возглавляется план Владимирна Медведева вот и говорит что при решении этой проблемы важно участие каждого гражданина я бы хотела добавить что эта проблема должна решаться в семье в первую очередь я к этому как раз подводила Екатерина Сергеевна потому что мне сразу вспоминается как здесь были ваши коллеги которые занимаются людьми страдающими алкогольной зависимостью и они говорят что в первую очередь конечно же это работа с семьей как с любой зависимостью и вот здесь вроде бы и независимость вещь но понятно что надо начинать с ячейки общества что вы делаете в этом направлении мы доносим информацию до родителей у нас есть буклет расскажите детям как для родителей мы выходим на родительские собрания мы выходим в трудовые коллективы когда говорим не только о том как взрослый человек может защитить себя но и как поговорить об этом с детьми мы выкладываем ролики которые можно посмотреть семьей есть список фильмов рекомендованных к просмотру но это все такая удаленная работа она не проникает мне кажется в сердце в сердце каждая семья мама с ребенком или папа с ребенком или вся семья может прийти к нам в центр и получить консультацию психолога врача это же когда петух клюнет ну почему петух клюнет это с предупреждающей целью у нас мы сотрудничаем с центром социальной помощи детям подросткам молодежи социальной помощи семье и детям где тоже ведется работа и с семьями и с детьми но к сожалению зайти в каждую семью и сказать милые родители обозначьте свои позиции в отношении профилактики ВИЧ-инфекции используйте 1 декабря для того чтобы обсудить вопросы безопасности собственного ребенка вот это замечательная история с которой мы с вами Екатерина Сергеевна продолжим в следующий раз здесь в студии как разговаривать с родителями на эту тему и как родители должны поговорить с детьми мне кажется очень важно это донести с помощью нашей радиостанции это у нас получится я уверена договорились? мы сделаем отдельную такую программу где вот эти тонкие вопросы вместе с психологами может быть которые с вами работают разберем абсолютно благодарю Екатерину Сергеевну заедущей отделением профилактики специалистов по социальной работе Кировского областного спеццентра это была программа слушайте доктора у микрофона была Светлана Занько будьте здоровы вложений спасибо